Здравствуйте, друзья! Вы много раз спрашивали меня об этом подразделении, и вот, наконец-то, мы с вами на тренировочной базе Легиона Свобода России. Все, пошли, пошли, пошли. Лево, лево, двигай. Раз, два, три. Все, 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 хорош, хорош. Миномет! Остров! Друзья, мы, конечно же, не сможем показать вам все занятия, ввиду того, что у нас ограничено время, и мы не можем показывать локацию. В данном случае мы видим развертывание миномета. Они обнаружили условного противника, и на данный момент им нужно быстро развернуться и выставить миномет для того, чтобы нанести удар по цели. Вот группа, которая этим занимается, вот группа прикрытия, которая находится здесь в случае прорыва вражеской пехоты. К слову, это необычный миномет. Это французский нарезной 120-й миномет. Ну, такой себе эксклюзивчик. Раз, два, три. Все, сделаем. Так, это у нас Хаммер, да? Да. Это бойцы на таком же передвигаются и на передке, да, я так понимаю? При выполнении боевых задач, пожалуйста. Какого года машинка? 70-80 какого-то. 80 какого-то. Не могу точно сказать. Так, хорошо, я не понял, автомат что ли? Автомат, все для людей. Автомат. Заводится машинка. 80 какого-то года, демонстрирую. Раз, прогревается. Пожалуйста. Ну и, собственно говоря, тут нечего рассказывать, потому что педаль тормоза, край. Машина поехала. Это вам, не форма, а от Дашкина. Вот здесь сейчас другая группа занимается медициной. Опять-таки, всю их тренировку, естественно, мы показывать не будем. Момент с эвакуацией раз сейчас покажем. И аптечку, которую выдают бойцам, также покажем. Что ты там, брат, живой? Ранен ногу. Сам накладяешь себе? Нет. Ползу. Право, да? Право. Сектор чист. Все, кого-то у нас, ты готов. Раз, два, три. Пошли. Так, позывной Луна. Луна. И Заза. И Заза. Самый молодой легионер, 18 лет. Ну, сейчас мы с вами пообщаемся подробнее. Давайте про аптечку. Что вам выдают? Стандартная аптечка легионера состоит из ножниц по одежде и всему остальному, чтобы освободить ранение. Назофарингеальная трубка для предотвращения западаний языка человеку в бессознание. Декомпрессионная игла для устранения последствий пневмоторокса. Маркер для турникета, чтобы написать время наложения. Армированный скотч. Перчатки. Также там еще есть перчатки. Понятно. Далее идет накладка на глаз для защиты пораненного глаза. Термоколдра. Окклюзионная налипка для наклеивания на отверстия при пневмотороксе. На сквозные отверстия. Карта бойца. Это для врачей. Израильский бандаж. Он у нас американского производства. Бинт с гемостатиком для быстрой свертываемости крови гемостатик. Обычные бинты марлевые и турникет. Отлично. Вот это каждому бойцу выдается? Это выдается каждому бойцу при приступлении. То есть пока они проходят подготовку, они считаются курсантами, да? А потом у них их называем. Понял. Что, смотрели какие-то видео наши? Мы подписаны на ваш канал. Да? Да. Ну и как вам ощущения, вот, вы смотрите этих всех людей? Что думаете об этом? Да это ужас, я не знаю. Я вообще не ожидала, что такие... Это не люди, это преступники. Это, ну, как-то... Ну, в голове не укладывается. Мы не говорим имен, дат рождения, фамилии, отчества и тому подобные вещи. Я, конечно, с одной стороны понимаю, что лучше было бы это все рассказать. Но, с другой стороны, здесь так заведено, здесь такие правила. И не мне их менять. Поэтому только позволь мне. Луна. Луна. Почему ты решила вообще приема попасть? Потому что я нормальная. У меня есть мозги, и Украина это мой дом. Я хочу ее защитить, принести от себя какую-то пользу ради Украины. Ты сразу приняла такое решение? Ну, когда началась полномасштабная война, и я впала в такую депрессию, я просто не ожидала, что как бы соседи, россияне, откуда я сама, могут напасть. Жестоко убивать, насиловать детей, женщин, стариков убивать, пытать. Ну, это... В итоге я увидела про легион и сразу подала. Заявку. Анкету заполнила? Анкету, конечно, да. То, что очень нужно узнать всем тем, кто хочет попасть в легион свободы России, есть, можно сказать, три вида кандидатов. Первое. Это те, которые жили в Украине. Но в любом случае нужно найти ту анкету, которая есть. Она уже есть давно в открытом доступе. Я так понимаю, вы ее нашли в частности, да? Конечно. К этому видео мы закрепим эту анкету, которую нужно заполнить каждому кандидату. Либо он живет в Украине и хочет попасть в легион свободы России. Либо он живет в Европе и хочет, чтобы ему помогли приехать в Украину и попасть в этот самый регион. Все равно он заполняет эту анкету. Либо он живет в России и хочет тоже попасть в этот регион. Все равно он заполняет эту анкету. Все. Начинается с заполнения этой анкеты. Таким образом вы себя верифицируете. И таким образом начинается контакт, начинается общение. Да. Перешли, заполнили. Выслали документы, какие есть. Ну, там дается список каких документов и через время с вами связываются. Я, насколько понимаю, вы с мамой жили в Дагестане. Да, мы жили в Дагестане. Уехали оттуда по причине того, что там были издевки со стороны сверстников, постарше. Ну, и там не очень хорошее отношение к славянкам, девушкам. Ну, и мы решили уехать здесь, в Украине. Никаких ни издевок, ничего не было. Люди очень хорошие. Тут адекватные люди. Меня ни разу не упрекнули за чоканье в разговоре. Ни разу не упрекнули, почему я разговариваю на русском языке. То есть, ну... Ну, понятно. Это что-то по телевизору в России такое можно услышать, что кого-то здесь притесняют за... Нет, нет, это все неправда. Я живу здесь, вернее, до полномасштабной войны. Я жила здесь с комфортом. Все было, в общем, нормально. Вот 24 февраля, полномасштабное вторжение, и вот вы решили... Да, я решила пойти, потому что, я еще раз повторюсь, Украина, я считаю Украину своей родиной. Я ее люблю. У меня тут семья живет, в которой я хочу защитить дом свой. Я никак не ожидала, что россияне, соседи могут напасть на Украину. Ну, как так? Если они могут убивать наших украинцев, почему я не могу пойти защитить, убивать их же так же защищать? Я считаю, ну, они неадекватные, ну, я не знаю, ну, как может нормальный человек пойти и тупо убивать людей просто. Ну, я этого не понимаю. Ну, кстати, мне сказали, что вы... Это преступники, это не люди. Это я даже не знаю, как их назвать. Мы на вы или на ты, я уже сбился. Потому что начинали на вы, потом на ты, теперь на вы. В общем, как угодно, да. Мне сказали, что ты тренируешься на уровне с остальными парнями, то есть абсолютно... Там даже даешь фору в некоторых моментах. Бывает, да. Ну, можешь рассказать про тренировки, про занятия, как вы готовите? Готовимся, ну, начинаем мы обучение с оружием. Изучаем оружие. Автомат Калашникова. Разборка, сборка. Холостим. На полигоны ездим. А вот медицина в том числе, это обязательно. Инструктора у нас очень хорошие. Хорошо объясняют, понятно объясняют. Вот. Есть у нас минометчики, гранатометчики будут. Ну, как бы все, все вот эти вот... Ну, стреляла уже хоть раз? Конечно. Да? Да, и гранаты бросала. Ну, а как у вас стрельбы походят? По мишеням как-то? По мишеням, с перепеканиями. Ну, и лежа, и сидя, и стоя. То есть не только холостыми стреляете? Нет, ну, учебными. Ну, я просто общаюсь с... Если, ну, говоришь, ты смотрела интервью, да, то там есть некоторые покадают, которые вообще ни на одной стрельбе ни разу не были. Нет, тут такого не надо. Тут сначала всему обучают. Я первый раз тоже в своей жизни взяла в руке оружие. Первый раз в жизни я стреляла, ну, стреляла. Научилась. То есть это возможно, сохранять маникюр и тренироваться? Да, ну, я же девочка. Ну, я просто обратил внимание, что маникюр все-таки есть, он присутствует. Ну, да, почему? То есть это возможно? Да, конечно. Нет, такие вещи нужно обязательно спрашивать, нужно на них отвечать, потому что зритель, он очень внимательный, он заметит обязательно маникюр и обязательно напишет, что вот это невозможно, это фейк. У меня короткий маникюр, сильно длинные ногти, ну, это кому как, ну, есть кто привык, я привыкла к коротким, у меня короткие, они мне не мешают, мне удобно наоборот. Удобно доставать даже детальки, когда чистю оружие. То есть, ну, это не мешает абсолютно. Вы нормально себя здесь чувствуете? Ну, вот, как девушка? Очень комфортно. Мы одна семья, никаких нету. Даже, даже лучше, я не знаю. Никаких притеснений, ничего, наоборот. Я себя чувствую здесь очень-очень комфортно, мне нравится. Это ваш автомат, да? Так точно. Так точно, я передам, окей? Как называется он? Это М-очка, М16А1. Это моя М-очка. Так нежно, да, М-очка? Да, я ее М-очка называю. Каждый дает имена, у меня М-очка. Ну, сборки-разборки не будем. Я еле отговорил просто тебя отставить и каску, да, и сесть нормально, просто так спокойно поговорить. Что ты можешь сказать о этих россиянах, с которыми мы, к сожалению, без маски пообщаться не сможем? Они такие же адекватные, как и я. От себя есть? Да, есть. Я хочу сказать тем россиянам, которые живут в Украине, примерно число от 120 тысяч, примерно, по-моему, столько живет сейчас в Украине, легально, по видам на жительство. Где вы? Почему вы не идете помогать Украине, защищать Украину и в то же время бороться с путинским режимом? Я вот на данный момент в Легионе, я одна женщина, я не побоялась. А вы, мужчины, где вы? Почему вы прячетесь под юбками, за юбками? Мам, жён, приходите, не бойтесь, вместе мы победим. Спасибо большое. Спасибо большое. Я надеюсь, услышат кто-нибудь. Просто тяжело что-то спрашивать. Вы с лишней, там, не спустите. Спасибо вам. Спасибо. Козовной, Майами. Так точно. Владимир. Дуже приятно. Ну, вот вы смотрите видео с российскими военниками. Ощущения? Впечатленные. Ну, в плане чего? От них? Ну, они сидят, как будто, я не знаю, там, к ним дул автомата приставили. Да, но к ним же никто не представляет. Ну, то же так, но аллы же не с таким видом сидят. Ну, мне, типа, безразлично. Ну, люди, которые вот приходят вот в нашу страну, да, убивать, фактически. Они не очень осознают даже, да, что происходит. Ну, за что они, за какие идеалы они тут вообще воюют? Я знаю, за что я сюда пришел. Почему я здесь? Я слышу, что вы уже украинским владеете, то есть вы уже давно в Украине. С 2014 года. С 2014 года. И семья, наверное, здесь? Ну, колишняя дружина есть, ну, и сына 9 лет. Колишняя дружина звезды. Ребенок тоже тут народился. Я народился в Зубьгстане, не просто громадянство российское. Там народился. Батьки не хотели, чтобы мы там остались, чтобы у меня там какой-то документ был. И мы переехали в Россию. Сначала мы жили с 2004 по 2008 год в Тольятти. С 2008 по 2014 я жил в Москве. А почему решил вот в Украину все-таки приехать? Ну, первый раз я сюда приехал на Евро. Я тогда працювал в Макдональдсе. И мы сюда приехали на два тижня, типа обмен опытом. Познайомился с колишней дружиной. И все, и начали спілкуваться. Тогда она была еще будущая, когда вы познавались. Так точно. А потом я уже... Вы успели уже и пожениться, и родиться. Да, в 13-м році мы удружилися. В 13-м році у меня сын народился. И в 14-м році летом я переехал сюда. Я до 24-го числа... Ну, типа я везде показывал, что у меня есть паспорт. Ну, мой там, где проверяли документы. До 24-го лютого, до полной масштабной войны. Я себе почувал нормальную людину. Мне слова никто в жизни не сказал. Тем более я живу на Захидной Украине. Мне слова против никто не сказал, что я по-русски разговлял. Российскомовный. Все знают, звідки я. Все мое окружение, все мои там... Родичи там по дружине. Слово мне никто не казал. Но вот уже, как началась война, то особенно після втрат, как мой на кум, Швагро загинул. Швагро это рідный брат сестры. Ну, и дружина моих кулышни. Я знаю, но для них это важно. Да. Это... Ну, для них... Ну, я говорю, они мне в лицо это не говорят, шо я враг народа. Ну, у них взгляд такой, почему он, а не ты? Ну, я... Не думаю. И после этого... Ну, просто вы не видели этот взгляд. Вы просто не видели. После этого вы решили... Нет, я с 24-го числа я пытался куда-то. Я и в Терр... Почему не получалось? Я знаю, какие у меня документы. Ну, тем более, это да, красная... Это как красная тряпка была для всех. Не брали никуда. Я пытался в Тероборону пойти. Через друзей даже, которые уже там все... Они говорят, типа, не стоит. Не надо, не надо будоражить людей. Как нашел Ликион? Где-то в Телеграме мне высветилось. Я сначала зашел, почитал. Я такой еще верил, не верил. Потом я написал. Мне долго не отвечали. Потом не отписали все-таки. Я распечатал анкету. Я еще тоже ходил. Думал, думал. Ну, вот уже потом, как швагра не стала, то это было уже последней точкой. Ну, и просто я хочу, чтобы мой ребенок тут спокойно жил. Очень важно отметить тот факт, к тем людям, которые ко мне ранее обращались, хотели попасть в регион, что действительно вначале это все работало не совсем понятно. Не все понимали, куда конкретно обращаться. Наделали много фейковых ресурсов. И из-за этого происходили такие проблемы. Анкету, которую нужно заполнить всем, кто хочет попасть в регион, я ссылку на все источники прикрепляю к этому видео в описании, в закрепленной комментарии. То есть, россияне, которые хотят попасть в Украину, которые находятся в России, которые хотят попасть в регион, могут это сделать. Россияне, которые находятся в Европе, хотят попасть в регион, могут это сделать. И уж тем более россияне, которые находятся прямо в Украине, совсем без проблем могут это сделать. Но, в первую очередь, нужно заполнить эту анкету и нужно... Ну, вот с этого момента начинаются контакты и диалог. Так у вас и получилось. Да, я отправил анкету, долго мне не отписывали. Ну, типа, я писал, ну, да-да, нет-нет. Ну, просто это уже для меня был последний вариант. Если уже и сюда не возьмут, то уже и дальше буду работать там, где работаю. А было какое-то такое ощущение, что куда-то нужно пойти, да, нужно воевать? Да. Хоть я не военный, я никогда там барами не служил, но... Да, я и так пользу приносил. Я там работал на заводе, экономику поднимали мы в тылу. Но я думал, что, может, тут от меня еще чуть-чуть больше пользы будет. Как ощущения, вот, ты здесь среди этих всех легенд? Ну, конечно, ну, сначала всем тяжело. Ну, не то, что физически, я, ну, я не, как сказать, я сначала думал, что для меня физически будет тяжело. Но это я переборол, морально сначала было тяжело. Потому что ты не можешь, ну, по некоторым причинам морально тяжело. А так, я человек общительный, я с любым человеком нахожу общий язык. Ну, морально тяжело, потому что для человека не военного попасть в военную. Я, ну, типа, я, ну, типа, я, ну, типа, у меня много знакомых, друзей, которые, там, есть, которые воевали еще, когда АТО было. Которая уже, как полномасштабная война началась, ну, рассказы, кто служил, там, я примерно понимал, что, к чему, что меня ждет. Морально просто в плане есть такой момент, что ты, там, определенное время не можешь общаться с близкими. И это тебя нагнетает. Теперь я понял. Типа, ну, то, что ты видишь каждый день одних и тех же людей, а из них ты не слышишь голоса родного. Ну, насколько я понимаю, пообщавшись, вы уже овладели всеми, вот, основными, да, знаниями, которые вам здесь пытались знать. Да, учимся, учимся, конечно. Как говорят, тяжело учение, легко в бою. Ну, вы уже не первая и не последняя группа, которая, вот, готовится к отправке для выполнения непосредственно боевых задач. Вы знаете, когда вы отправитесь? Никак. Вам еще ничего не говорят, поэтому... Никак. Насколько вы чувствуете уже свою готовность или не готовность? Ну, 50%. На 50%. Два месяца. Еще я к чему стремиться, да, к чему улучшаться. Я почему спрашиваю, потому что, вот, из тех, там, чмобиков, с которыми я общаюсь, были очень многие, которые вообще не попали ни на одни стрельбы. Может быть, попали один раз на какую-то стрельбу, там, познаний каких-то по медицине, по всем остальному у них не было вообще. Вас возят на стрельбы? Конечно, конечно. Какое за вами закреплено оружие? М-16А1. Сначала мы работали с Калашниковым, сейчас у нас М-16А1. М-16. Вы стреляли с него? Конечно. Сколько раз? Ну, раз в 10 уже. Раз в 10 уже? По сколько патронов? Ну, и 20, и 30 давали. Мы и одиночные, и автоматные очереди стреляли, и гранаты кидали. На ту неделю гранаты кидали. С разных положений, наверное, стрельба. Конечно, лежа, с колена, стоя. С укрытий. В передвижении? Конечно, конечно. То есть вот это все... Ну, двойками работаем, четверками работаем. Понятно. Все, как нас инструктора учат, и мы и делаем. Я хотел бы, чтобы вы от себя, может быть, обратились. Во-первых, что хотели сказать, чего я не спросил? Я думаю, кто у меня там находится, они будут в большом шоке, что я свое лицо открыл. Ну, я говорю, мне стесняться нечего. Не я пришел в чужую страну убивать детей, матерей, жен. Ну, это просто... Я не понимаю, для чего вообще это было развязано. Не знаю. Это все... Пусть они там подумают еще миллион раз, чтобы сюда идти. Легче, я думаю, сесть в тюрьму, чем идти и убивать чужих детей. Да, ну, во-первых, никто там их никуда не сажает. По крайней мере, гражданских. Нет таких... Нет таких случаев пока что зафиксированных, это во-первых. Во-вторых, пришли они, естественно, по приказу, а приказ был, естественно, только для того, чтобы попытаться захватить... Ну, три-четыре дня. Вроде как очевидно. А так, ну, что я могу сказать? Ну, думайте своей головой, а не то, что вам царь Батюшка сказал. Больше мне ничего сказать. А другим россиянам, которые находятся на территории Украины сейчас? Ну, как я знаю, я смотрел интервью там, ну, смотрел в ютуб-каналы другие, что у нас тут 300 тысяч таких находится. Ну, приблизительно. Разные цифры, да. Ну, больше ста. Больше ста. Ну, я хочу сказать, что есть кто хочет сюда к нам вступить, не надо бояться ничего. Мы существуем. Потому что я даже своей бывшей жене показывал вот видео, да, с моим побратымом. Она говорит, что вы действительно яснуете. Я могу объяснить, почему. Ну, вы, наверное, сами без меня понимаете, но для зрителя, да, я могу объяснить, почему. Вот вопрос задается. Легион Свобода России это фейк? Многие спрашивают. Вопрос ставится неправильно. Правильно поставить вопрос, что из того, что было показано о Легионе Свобода России является фейком и является правдой? Потому что фейков действительно было достаточно много. Тут и наши специалисты широкого профиля постарались. И для россиян этот Легион, он просто как кость в горле, просто потому что, оказывается, есть россияне, которые могут не просто как рабы под плетью по приказу идти там гибнуть и убивать, а есть еще россияне, которые хотят действительно бороться за свободу, за нормальную цивилизованную жизнь. Поэтому действительно фейков вбрасывалось очень много. Ну, без этого тоже никуда. Но Легион существует, процветает. Сегодня я, да, видел уже вашу группу своими глазами. Завтра, даст бог, там, послезавтра мы поедем там, где посмотрим, где ребята уже выполняют непосредственно боевые задачи, тоже познакомимся с ними. Групп несколько, она не одна. И при выполнении боевых задач не одна группа. И при тренировках не одна группа. То есть все это активно происходит и все это активно готовится. Ну, от себя к россиянам там какой-то, может быть, привет. Там, которые? Да. Ну, я скажу так, у меня был друг в Москве. Он, ну, вот, до 20, даже после 24-го числа с ним общались, он звонил, спрашивал, как я. А потом резко все пропало. Я там потом в инстаграме увидел одну фотку, и я хочу сказать, что Андрей, ты не прав. Мы тут никого не едим, никого не убиваем. И меня за 8 лет никто не съел и не убил ни разу. Ну, а россиянам своей головой думать они чужие. Почему-то я говорю, есть люди, которые сюда сами приходят, а вы там боитесь. Ссылочки на все ресурсы, куда можно спокойно обратиться, я оставляю в комментарии под этим видео и в описании к этому видео. Спасибо. Все. Дякую. Шапку, если хочешь, можешь снять, да и вообще, как тебе удобно там располагать. Так, мы не называем имен. Что научился? Стрелковое дело, медицина у нас проходит сейчас довольно-таки плотно, тактика. У тебя довольно интересная история. Это фактически ты единственный, с кем я могу сегодня здесь, в этом тренировочном лагере пообщаться. Кто пришел сюда конкретно из России, не боится показать свое лицо. У тебя же там остались семьи. У меня осталась семья, друзья, родственники. С ними у них все будет в порядке. Можно спросить тогда, какой образ жизни ты вела в России? В России, ну, я могу так сказать, был... Ну, я учился, работал, с родителями я не особо виделся, потому что они тоже на работе с утра до вечера. Вот, так я пришел с колледжа, все, и пошел на работу вечером в 8 часов. Ты учился в колледже? Так, то есть. Какая специальность? Официант-бармен. Официант-бармен. Он, кстати, похож такой. И вечером уже шел по профессии работать? Нет. Не по профессии. А куда? Я работал, решил сменить, как сказать, профиль работы. Я работал диджеем в стрип-клубе. Диджеем в стрип-клубе. Я к тому, что ты человек, который пришел сюда, ты не где-то там, знаешь, бомжевал или употреблял наркотики или алкоголь. Ты мало того, что учился, ты еще и работал. Ну, наверное, что у тебя все в жизни было неплохо, я так понимаю. Ну, не считая там нюансов с властями немножко. Ко мне приехали по поводу моих постов в ВКонтакте антивоенных. Там у меня был ролик. Естественно, я это все удалял, потому что ко мне приходили в колледжи и говорили, мол, что за ситуация, убирай. Там уже с тобой заинтересовались департамент образования. Говорили, что за ситуация, товарищ? Говорили, что опять что у тебя там появилось, что ты опять думал, давай убирай это все. А устраивали какой-то полицовет, где тебя выводят на публику, пытаются позорно заклеймить? Меня не на публику, у меня в группе. Там в группе просто вот только началась полномасштабная война, то есть я начал сразу сказывать в колледж свою позицию. И там, ну, просто все учителя, типа, почему-то думаешь, что мы плохие, они хорошие. Учителя? Учителя и замдиректора, ну, там все почти. А одногруппники, однопурсники? Одногруппники, я могу сказать так, у нас произошел, можно сказать, ну, не инцидент, ну, вы знаете, то, что выводили там фотографировать буквы «З», там строили? Да, было, да. Все вышли, я один не пошел, и пошел на урок по экономике. Цитата замдиректора, ему поставить еще один урок, помимо этого, по экономике. Ты же наказание поставить на экономике? Проблема какая-то? Проблема никакой не было, учительница все нормально восприняла, такая, да, давай, пиши тестик, все, написал. А, тест по экономике дополнительный, да? Тебя так завалить хотели? Ну, хотели, да. Все, теперь я понял. А остальные выходят, выстраиваются буквочкой «З», и все в порядке. Что бы ни происходило, все равно молодежь это обговаривает между собой, правильно? Как происходит? Они морозятся от этих тем? Или они охотно все-таки разговаривают? Или они отстаивают позицию российской власти? У меня в моем случае было то, что они морозятся и пытались максимально оградиться от этой темы. То есть, говорили, да ты задолбал, да все, перестань, там все, то есть, опять началось, вот. То есть, вот что-то подобное происходило. Какие посты ты писал в ВК? Во ВК у меня был ролик антивоенный, я вроде 27 или 28 февраля залил его во ВК, там просто нарезка под музыку, и вот всех вот этих страшных событий в начале февраля. И у меня были посты там с роликом Гордона, я не помню, там были бы, Новая политика или популярная политика на канал называется. Там что-то с Гордоном выходило у них, я запостил у себя, там Гордон высказывался на тему будущего России, я написал то, что вот России нет будущего и так далее. Так, Ишу, к тебе пришли ли они? Ко мне пришли полицейские, сначала спрашивают, что, ну, в курсе, что у нас есть за это ответственность, там дискредитация и так далее. Ну, можно так сказать, на карандаш меня посадили. Подписывал какие-то объяснительные? Объяснительные, ничего не подписывал, потом уже после полиции ко мне подошли в колледжи, замдиректора от Краски, они спрашивают, что опять началось. Началось, у меня там еще был в статусе флаг украинский, они из-за этого прицепились. Так. Вот. В каком момент ты принял решение ехать в Украину? Я вообще с самого начала, с самого начала года я думал, куда бы съездить. Ну, просто переехать, там подумать вообще, потому что я не хотел оставаться в России, потому что, ну, вот эти вот все развертывания и неразвертывания войск, это, ну, ни к чему хорошему не могло привести. Вот. И 24 февраля я думал уже куда-то уезжать, там, когда мобилизация еще началась. Вот. А так, вот уже окончательное решение, то, что нужно все надавать дёру и как-то бороться с этой фигней. Ну, пришло уже 4 ноября. За моим другом, можно так сказать, приехали, мне позвонили на телефон. А друг твой что натворил? Он просто знал, что вот это вот все происходило. Он на меня давал показания, он мне сказал, что он на меня дал. Вот. А что он на тебя дал? То, что я хотел в начале года выйти с одиночным пикетом, там, в поддержку 16-летнего пацана, которого посадили из-за того, что он в Майнкрафте построил здание ФСБ на Лубянке. Ничего себе, какое преступление совершил. Да. Что значит с одиночным пикетом? Что такое пикет вообще? Ты что-то хотел на бумажке там написать? Ну, написать то, что свободу всем политисключенным и свободу вот этому. Слушай, это... Я считаю, что могли бы тебя сразу же там просто четвертовать прямо там на площади за такие вещи. Там же ж нельзя два слова, знаешь, на бумажке написать. Да, там с пустой бумажкой опасно выходить. Вот, даже с пустой бумажкой опасно выходить. А ты хотел написать свободу каким-то там... Ты понимаешь, вообще уровень вины, степень вины. Да. И как же ж ты с этого села попал... Ну, а точнее даже, вот вышел из машины дальше, следующее действие. Включить фонарик на телефоне, потому что было уже темно. И я сильно боялся, потому что в домах свет не горит. Все, я думаю... Может, мне нафиг, а у меня денег в кармане. Ну, у меня были моменты, то, что я думал, ну его нафиг. Но у меня сразу... Вот, когда я только об этом начинал думать, я сразу такой... Не забывай, ради чего ты сюда приехал. И ради чего ты это все делаешь. Вот. В итоге я пошел по полю, не стал идти по дороге, потому что, ну... По дороге идти, и к тому же там пограничный пункт рядом. Да. И могли либо пристрелить, либо... Естественно. Допросить. И отвезти места, а не стоили отдаленные. Это да. Вот. Пошел по полю, вышел к домикам. И там еще была речка перед этим домиком. И из этих домиков... Нет, не из этих... В эти домики зашли военные. Ну, там это, можно так сказать, патруль чмобиков. Потому что они были очень растребленные. Да. Там один с собак, другой с автоматом. Все. Ну и что дальше? Ты пошел дальше? Я дождался, пока все стихнет, и пошел по дороге. Вышел к инженерным заграждениям. Мне сначала казалось то, что там окопы большие копают. Слышал то, что что-то кто-то роет. Посидел, затаился, там минуты к двадцати. Потом начал подползать ближе. И все. Прошел заграждение. Это оказалось просто насыпь. И там дальше было поле. Ну, это... Я уже подумал, и по карту посмотрел. Это уже все. Финальный этап до границы. Российскую границу я... Я просто пробежал через поле. И российскую границу я отогнул. Пролез сквозь нее. А украинскую просто перелез. Как выглядит вот эта российская граница, которую ты отогнал? Неохраняемая. Нет, это неохраняемая, ладно. А я имею в виду... Это что, это проволока какая-то? Это... Ну, просто колючая проволока забросит из колючей проволоки. То есть можно поднять проволоку и пролезть. Ну, а страшно было? Были такие мысли, что может она под током, например? Было очень страшно. Но мне уже... Ну, как сказать... Было нечего терять, может. Так сказать, в тот момент. То, что... Ну, возвращаться обратно нет смысла. Бояться чего-то. Чайный парень, ну, скажу. Нам такие люди нужны. Так, и финальный аккорд. Попал ты уже в Украину? Перелез. У меня телефон разрядился. Я пошел через поле. Я в итоге дождался до утра, потому что я ночью не хотел никуда лезть. Ночью покормил крота. Почему у меня крота? Потому что я, ну, ходил, бродил. И звучал, можно так сказать, местность. И сказал в ВСУ. В итоге встал. И подо мной, ну, земля начала немножко ходить. А там вылазит какое-то чудо вот такое. Это казалось крот. Я кинул в него пирожком. Начал кушать пирожок. И так дождался до утра. И я вышел на границу в 4 часа утра. Пришел к пограничникам. И сказал им, что я что? Что я хочу. Первое. У меня было три варианта. Либо политическое убежище, либо репатриация, либо вступление в легион. Политическое убежище. Я сам прекрасно понимал, с какой стороны бегу. И репатриация. Там я смотрел только по бабушке, дедушке, отцу и маме. То есть я рассчитывал больше на вступление в легион. А про легион ты откуда знал? Про легион я еще знал. Началась война. Я начал искать интернациональный легион. Зашел через ВПН на сайт интернационального легиона. Нашел там Раша. Там было написано Russian Warship. Go fuck yourself. Я понял. Потом набрел в Википедии на статью. Регион на свободу России. Зашел в Телеграм. Ну и так следил. То есть ты понял, что этот легион есть, ты за ним следил, но ты ничего не писал, ничего не понимал. Я ничего не писал, потому что я даже не мог понять. Да и к тому же я когда нашел, мне еще тогда 18 вроде только стукнуло. Я так понимаю, украинские пограничники, службы, спецслужбы и все прочие поняли, услышали, что ты собрался в регион и перенаправили тебя на соответствующих людей. А дальше нам уже не интересно, потому что дальше мы уже знаем. А вот что ты можешь сказать россиянам, которые живут в Украине? Я хотел изначально вообще обратиться в общему. То есть... От себя, добавь от себя, что вот я забыл спросить. Я хотел добавить от себя то, что нет смысла сидеть и ждать у моря погоды. Вот как россияне, которые живут в Украине, которые живут в России, которые уехали в Казахстан. Это все закончится. Война закончится. И не победа России. Что вы будете говорить своим детям, внукам, друзьям и, я даже не знаю, близким? Что вы сделали для того, чтобы это все закончилось? Что именно вы сделали? Потому что вас по-любому будут спрашивать, ваши дети будут ходить в школу, будут изучать данный фрагмент истории. Вас будут спрашивать дети, допустим, папа, а что ты сделал? А я уехал в Казахстан. А я скажу то, что я воевал за свободу. За свободу люди погибают, и это правда, но без этого никуда. Да, риски есть везде и всегда, но этому кровавому режиму нужно уже положить давно конец. И все в ваших руках и в наших. Философские нотки, конечно, такие пошли. За свободу умирают, это правда. Правда в том, что некоторые вообще-то и не живут-то, собственно говоря. И так существуют. Да, действительно, люди выбирают воевать и даже погибнуть, но за свободу, а не жить рабом всю жизнь под плетью, исполняющим любую прихоть царя батюшки. Кстати, я хочу еще, можно добавить? Да, пожалуйста. В качестве вопроса на ответы я видел комментарии, что он очень сильно часто моргает. Я волнуюсь, я тоже человек. Все. Спасибо. Вам спасибо большое. Было приятно пообщаться. Здравствуйте. Я самый молодой легионер в своем подразделении. Но это не мешает стать мне тем, кем не может стать большинство моих сограждан. Не поддавайтесь кремлевской пропаганде. Не идите на преступную войну, не идите на убой. Все это и УПГ, которое захватило власти в России, наплевать на ваши жизни и жизни ваших близких. А за себя я могу сказать. Я сделал свой выбор. Бороться под командованием опытных командиров, которые ценят жизнь каждого легионера, что не свойственно армии моей страны. Я готов бороться за свое будущее и будущее своих близких. Так что у каждого есть свой выбор. Быть стадом и плыть по течению, либо самому распоряжаться своей жизнью и свободой. Слава Украине! Свобода России!